Сегодня в правительстве Ямала в режиме видеоконференц-связи прошло заседание антинаркотической комиссии, где обсудили вопросы эффективности взаимодействия органов профилактики в борьбе с наркоманией. В повестке дня было четыре вопроса. Главный из них – диагностика, лечение, профилактика наркозависимости. Ситуацию с незаконным употреблением наркотиков обсуждали все вместе. Поводом для очередного совещания антинаркотической комиссии стало прошедшее накануне расширенное совещание Госкомитета Российской Федерации с участием членов правительства. На сегодняшний заседание наше также вынесли четыре вопроса. Они непосредственно связаны данной тематикой и вносит характер, как происходит решение этих вопросов на территории автомобилей. Ямал активно включился в создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых людей, говорилось в ходе совещания. В округе налажен механизм мотивации отказа от употребления потенциально опасных веществ. Хороший стимул – реализация положения, вступившего в силу закона, согласно которому судом возлагаются дополнительные обязанности на потребителя наркотиков. Обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию. В Ямал-Нинском автономном округе была проведена работа как в ходе подготовки к вступлению данного закона в силу, так и в дальнейшем непосредственно при применении на практике. Заключено соглашение между УФСК, МВД, Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения. В каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы. За семь месяцев текущего года судами было рассмотрено 318 дел об административных правонарушениях, связанных с употреблением наркотиков. В более чем двух сотнях случаев были приняты решения о наложении дополнительных обязанностей. Согласно приведенной статистике, ситуация в городе Семилисенец отличается от других населенных пунктов Ямала в более благополучную сторону. Обязанность пройти исключительно диагностику, возложенную на двух лиц. Все по городу Лабык-Нангель. На 113 лиц диагностику и протилактические мероприятия. На 11 лечение от наркомании. Это Салихард, 1,4 Новый Уренбой, 6 на Д. 54 лицам назначена социальная реабилитация. Из них 52 – это Новый Уренбой, 1 – Лабык-Нангель, 1 – Салихард. В текущем году 40 жителей округа, пренебрегших решением суда, были привлечены к ответственности. В семи случаях назначены аресты, в остальных выписаны штрафы. Главная цель работы – снижение случаев употребления наркотиков. В городах Ямала создаются службы социально-психологической реабилитации. Большое значение имеет деятельность общественных организаций. В пример поставлена региональная организация «Ямал без наркотиков». Не будет спроса, не будет и предложений, подытожили участники совещания. Ирина Волокитина, Дмитрий Серит, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова